Могу я задать тебе вопрос? Конечно. Ты знаешь Исайя 42? Да. Что он говорит? Ты скажи мне. Но ты сказал, что знаешь. Ладно, скажи мне, что говорит Исайя 42. Есть ли у кого-нибудь Библия здесь? Хорошо. Исайя 42 говорит о пришествии слуги, который прославит Господа. Хорошо. Да. И его описания, данные здесь, их очень много, если честно. Хорошо. И один из них. Города и пустыни, поля Кедара. Кедар – это Мухаммад? Нет, это не Мухаммад. Хорошо. Восхваляйте Господа. Воспевайте Господа живущие силы. Кто такой Кедар? Это не Мухаммад. Это Измайл? Нет. Если ты посмотришь на Бытие 25.13, там сказано. И вот имена сыновей Измайла. Первенец на воев. За ним Кедар. Хорошо. Кедар не Измайл. Но его сын. Хорошо. Да слушай. И так же Селла. Гора Селла, если ты посмотришь на карту, она находится в Медине, Саудовская Аравия. Тогда о ком было это пророчество? Кто этот пророк? Хорошо, как бы там ни было. Смотрите. Просто проигнорировал это. Расскажи мне, Кибла. Почему она изменилась? Я уже говорил тебе, почему она изменилась. Потому что, знаешь, в начале Кибла, Мекка, была под контролем Курайшитов. Хорошо. Поэтому они молились по направлению к чему? Иерусалиму. Правильно, Иерусалиму. Худс. Затем Аллах повелел ему молиться в сторону Мекке. И некоторые ученые сказали, что это было признаменовение ему, что он победит в Мекке. Хорошо? Поэтому пророк хотел молиться в сторону Мекке. Ты веришь, что это были последовательные указания? Это верно? Да, я верю. И каким бы ни было последнее откровение, это истина. Верно? Нет. Все они были истинны для своего времени. Хорошо. То есть, каким бы ни было последнее откровение, оно должно применяться. Все верно. Ты прав. Поэтому теперь мы молимся в сторону Мекке. Это правильно. Ладно, я бы сказал, что все, что... Я дам тебе книгу, брат. Твоя книга? Я просто дам тебе кое-что. Эта книга на английском? Да. Подожди, ты салафит? Прочитай ее. Я действительно хочу прочитать ее. Хорошо, ты салафит? Да, я салафит. Ты последователь Саудии? Нет, я не последователь Саудии. Потому что... Нет-нет, я имею в виду, ты из Саудовской Аравии? Или твои родители? Нет-нет, я алжирец. Алжирец? Да. Хорошо. Так что я должен спросить тебя. Скажи мне, как салафит, что ты думаешь, Абигил? Ведь они тоже салафиты. Нет, они не салафиты. Не салафиты? Они враги салафитов. То есть, они враги? Да. Скажи мне, потому что мне нужно уходить. В чем отличие? Что такое салафизм? Потому что много людей слышит про салафитов. Я не думаю, что салафиты – это те из Аль-Каиды и ИГИЛ. Да-да. Аль-Каида, Шабаб, Бокухарам. Есть два течения. Салафизм и ваххабизм. Они отличаются? Нет такой вещи, как ваххабизм. Ведь салафитов сегодня называют ваххабитами. Салафитов сегодня называют ваххабитами. Хорошо. То есть, на Западе их называют ваххабиты, а мусульмане называют их салафиты. Да, позволь мне прояснить. Салафит – значит тот, кто следует Корану и пророческой традиции в соответствии с пониманием трех поколений. После Мухаммада? Да, мир ему. За пониманием его сподвижников, их учеников и учениками их учеников. Почему? Потому что пророк Мухаммад, мир ему, сказал, что лучшие люди – это люди моего времени. За тем, кто пришел после них. За тем, кто пришел после них. Так что на арабском языке их называют салафи-салих. То есть праведные предшественники. Хорошо. Ты понял? Поэтому ты сказал, что ты не молишься мертвым святым. Потому что, как и в некоторых частях мира, у них есть могилы шейхов. И есть люди, которые приходят, и они молятся там. И они говорят, нет-нет, мы молимся Аллаху, но мы молимся через них. Нет-нет, мы не делаем этого. Да, мы не приемлем этого. Потому что это не учение пророка Мухаммада, мир ему. Об этом не говорили ни его сподвижники, ни их ученики. Хорошо. Это и значит быть салафитом. Салафит значит тот, кто следует Корану и учениям пророка, так как понимали его сподвижники, и их ученики, и ученики их учеников. И пророк Мухаммад сказал своей дочери, ибо я стану для тебя благим предшественником. Однажды я разговаривал с суннистским шейхом, и он сказал мне, потому что я караид. Он сказал, вы караиды, такие же, как салафиты. Он сказал, вы не верите, что мертвые в могилах слышат вас. Я сказал ему, я не знаю, слышат они меня или нет, но во Второзаконии 18 говорится, что не молитесь мертвым. Да, так и есть. Поэтому я не молюсь им, слышат они или нет. Правильно, ты прав на 100%. Нам не дозволено молиться мертвым. Но нам дозволено молиться только Аллаху. Даже если этот человек праведник, мне не дозволено молиться ему. Но я молюсь только Аллаху, субханаху ва-та'аля. И те, кто пришел с этой идеологией, были фатимиды. Также их называли ибадиты. Это шиитская группа. Они появились в 4 веке. Прости, в каком веке? В 4 веке, согласно исламскому календарю. То есть в 10 век, согласно западному календарю. Да-да. Они начали прославлять праведников, молиться ими, светить их. Да. Но мы говорим нет. И также это является одной из причин появления ваххабизма. 200 лет назад в Саудовской Аравии родился ученый Мухаммед ибн Абдуль-Ваххаб. И в то время в Саудовской Аравии было много людей, молящихся могилам. И он начал учить людей, что это неправильно. Они молились в могиле пророка Мухаммеда? Я не уверен в этом, но то, что я знаю, они молились на могилу одного из сподвижников в Таев. Понял. Да. И было много других сподвижников. Хорошо. Поэтому он сказал нет. Это неправильное учение. Но правильное учение – это молиться только одному Аллаху. И тогда его поддержал четвертый наследник королевской семьи Саудовской Аравии. Хорошо. Которого звали Ибн Сауд. Пусть помилует его Аллах. Почему тогда люди на Западе, которые связывают, они говорят, что ИГИЛ и Аль-Шабаб – это салафиты? Почему они думают, что они как-то связаны с ними? Некоторые из них не знают об этом. Но некоторые делают это намеренно. Хорошо. Потому что они знают, что наиболее быстрорастущая исламская группа – это салафизм. Хорошо. Поэтому они хотят отпугнуть людей, говоря им «вот это салафиты». Ас-саляму алейкум, братья и шустры. Это автор канала «Призыв Дава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дават. И иншаллах, Аллах наградит вас за это. Ас-саляму алейкум.